Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию итоги деятельности антикоррупционной службы по Акмолинской области за минувшую неделю. На этой неделе под председателем Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялось совместное с антикоррупционной службой региона расширенное совещание по вопросам противодействия коррупции по итогам 2020 года, участие в котором приняли руководители госорганов региона, Акимы городов и районов, депутаты и общественность. В ходе выступления руководитель департамента Мурат Телюбаев, проинформировав участников о результатах деятельности в сфере противодействия коррупции, отметил о необходимости усилить меры по формированию антикоррупционной культуры. Особое внимание уделено важным нововведениям в антикоррупционном законодательстве. Также на завещании озвучены результаты мониторинга о состоянии коррупции в Казахстане по итогам 2020 года, проведенного Организацией Трансперенции Казахстан. Об итогах и перспективах работы проектного офиса Акмала Адалдагалане доложил заместитель Акима области, куратор проектного офиса Канад Идрисов. Глава региона Ермек Маржипаев отметил необходимость активизировать работу по профилактике коррупции, а также обеспечить из числа представителей активной общественности назначение руководителей проектных офисов Адалдагалане на районном уровне. Завершение совещания за значительный вклад в противодействие коррупции Аким области награжден почетной грамотой председателя агентства по противодействию коррупции Алика Житгамбаевича Шпикбаева, а также куратору проектного офиса вручено благодарственное письмо. Кроме того, положительно отмечена работа Акиматов города Степногорск и Шортандинского района. Мероприятие освещено республиканскими информагентствами на телевидении и в газетах. Руководитель департамента Марат Телебаев провел брифинг на площадке антикурортала В, где рассказал об итогах деятельности за 2020 год. Так, департаментом проведено 10 внешних анализов коррупционных рисков и 15 антикоррупционных мониторингов. 29 НПА внесены изменения по устранению выявленных рисков. Во всех регионах области и селе Красный Яр открыты сервисные Акиматы. В учреждениях расположено 97 кабинетов форматов ОПСП и фронт-офисов. Свыше 700 руководителей организации переехали на первые этажи. Под антикоррупционным сопровождением находится 67 бизнес-проектов на сумму свыше 690 миллиардов тенге. Сэкономлено более 550 миллионов тенге благодаря мониторингу госзакупок. За прошедший год в производстве антикоррупционной службы области находилось более 100 уголовных дел, из них 78 по тяжким преступлениям. Направлено суд 136 дел в отношении 51 лица. 76 лиц привлечены в уголовные ответственности, в том числе 15 руководителей различных уровней. Кроме того, выявлен ряд фактов системной коррупции, вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса, а также в рамках сопровождения госпрограмм. Глава департамента отметил, что в регионе наблюдается динамика снижения коррупционной присутности на более чем 10%, что свидетельствует об эффективности принимаемых привитивных мер. С участием руководства антикоррупционной службы региона, заместителя Акима области Аскара Муратулы и руководителей регионального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля и областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства проведено совещание, где рассмотрены итоги внешнего и внутреннего анализа коррупционных рисков, а также проблемные вопросы в сфере ЖКХ, в том числе касательно качественного рассмотрения поступающих обращений граждан. Кроме того, участникам встречи разъяснены антикоррупционные новеллы в законодательстве по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции. В свою очередь, руководство госорганов в сфере энергетики доложили о принимаемых мерах по недопущению коррупции в коллективах. По итогам встречи участниками обозначены конкретные задачи в рамках рассмотренных вопросов. В соответствии с концепцией слышащего государства, руководитель департамента Мурат Селюбаев на площадке антикор-центра принял секретаря Маслихата одного из районов области, обратившегося по вопросу сотрудничества в рамках формирования антикоррупционной культуры среди населения. В ходе приема даны подробные разъяснения, проводимые в регионе деятельности в сфере профилактики коррупции, а также намечены пути взаимодействия антикора с депутатами района. Опубликованы авторские статьи руководителя департамента в республиканской газете Ахикат Арнасе и областной газете Арка Ажара. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в прямых эфирах проекта Антикорлайф выступили заместители Акима города Кухшутау и руководители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Об информационно-проседительской работе рассказали представители различных сфер деятельности. В рамках проекта соположил проектным офисом Ахмула Адалда Ланес совместно с филиалом Национального центра качества дорожных активов и заинтересованными госорганами проведен мониторинг качества зимнего содержания уличной дорожной сети города Кухшутау. В ходе мониторинга группой установлены замечания и выработаны предложения касательно алгоритма уборки дорог от снега и привлечения к ответственности подрядных организаций занят своевременный вывоз снега. Также члены проектного офиса в целях обеспечения открытости принимают участие в качестве наблюдателей в первом этапе единого национального тестирования. Всего по области организовано 8 пунктов сдачи экзаменов. В ходе мониторинга в городе Кухшутау выявлено 5 фактов удаления при входе в аудиторию по причине попытки проноса сотовых телефонов, 3 удаления из аудитории во время сдачи экзаменов за обмен материалами тестирования. В выпуске телепрограммы Адалда Галана руководитель управления Департамента по делам Госслужбы области Райхан Братаева рассказала о новых изменениях в законодательстве о государственной службе. Проведены встречи по разъяснению антикоррупционных новшеств Департаментом внутреннего госаудита, Управлением архитектуры и градостроительства, а также семинары по формированию антикоррупционной культуры со студентами учебных заведений. Уважаемые граждане, если вам стало известно о фактах коррупции, просим обращаться в колл-центр агентства 1424. С выпусками новостей Департамента можно ознакомиться на аккаунтах в социальных сетях, указанных на экране. Благодарим за внимание. До следующей недели на Антикор.Ньюз.